Девушки отдыхают Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых топий. Кейра навела ведьмака на новый след. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Заража. Не стоит. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Деньги-то есть у вас? Может и есть. Покажи свои товары. Я хочу сыграть в карты. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. А я её спрашиваю, как этого пьяницу вразумить? Ну-ка! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 спускать уже нечего ты давно тут живешь с рождения почитай 70 весен будет и наверно все тут отлично знаешь да не жалуюсь мне надо в замок можно туда в обход ворот попасть можно только немногие об этом знают если бы ты ну к примеру дал бы мне какую-нибудь денежку я бы может и сказал ты мне ради денег помогаешь или почему тебя ведь не впустили из-за того что ты устроил в корчмя на распутье так а тамошний корчмарь шури будь по-двоему не хочу я спорить со стражниками несколько лет назад когда во враницах еще старый владетель правил пропал под мастерье кузнеца всей деревне его искали но тщетно наконец нашли ребятенка в реке утонул он печально и как мне это поможет через пару дней баба что служила у владетеля нашла шапку парнишки рядом с замковым колодцем парень упал в колодец так точно а где нашли ребятенка на северо-запад отсюда поставили часовинку выходит и вход там неподалеку как туда дойти то ступай по той дороге что через деревню идет пока не дойдешь до моста за мостом поверни направо и дальше иди прямо пока не дойдешь до развилки там опять сверни направо и по тропке на холм а сверху как раз часовинг то и будет направо за мостом потом еще раз направо я найду спасибо и 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 Assad Главное. Значит, вход где-то рядом. Остап, шесть лет. Ну и ветер. Оно. 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 Свет. Уже близко. Оно. Вот в изиме были балы. А, танцевал я там пару раз с моею Аннею. Ось. Как мы там кружились? Раз, два, три, раз, два, три. Хватит. Поставки должны быть раз в неделю. Мне все равно, как ты это сделаешь. Вы не останетесь на чай. У тебя и без того гостей хватит. А! Привет, защитник у угнетенных. Быстро новости расходятся. А то! Я как узнал, что ты перерезал моих людей, хотел тебя повесить. Или, по крайней мере, высечь. А потом подумал, вот же крепкий молодец, раз с ними со всеми справился. Такой может мне пригодиться. Может пригодиться? Для чего? Вот, пожалуйста, хорошие отношения. Сразу видно, что мы сможем договориться. Прошу, только повежливей, будь так добр. Помни, я еще не решил, что с тобой делать. Поговорим, там и буду думать. Располагайся. Где-то у меня была еще водка. О, нашел. Выпьешь? Почему бы нет? А вот это я понимаю. Фольтеста уже нет. Не знаю, что там с Наталисом. За чье здоровье теперь пьет верный тимерец. Выпьем за встречу. Выпьем. Ну, к делу. Я Филипп Стенгер. Мужичье меня зовет Кровавым Бароном. Геральт из Ривии. Мужичье меня зовет мясником из Блавикина. Я знаю, кто ты. Мы только поэтому и разговариваем. Как тебе, Велен? Прекрасное место. Повсюду топи, трясины, болотистые леса. Именно так. Если кто пропадет, так тяжело потом искать. К чему ты клонишь? Многие потеряли здесь близких. Кто жен, кто дочерей. Ты скажешь, наконец, в чем дело? В Цири? Ты же здесь из-за нее? Значит, она тут была. Она попала ко мне не так давно. Была без сил, ранена, а смердела, как шелудивая псина. Позже мне сказали, что она пришла со стороны болот. Сказала, что в пути к деревне на нее напали чудища. Этого еще не хватало. Надо уходить. И надо помочь. Продолжение следует... Продолжение следует... Можешь слезать. Привет, малявка. Ты потерялась? Так, немножко. Ты тоже? Ага. Только совсем немножко. Значит, ты знаешь, куда идти? Еще нет. Но если мы пойдем вместе, то обязательно что-нибудь придумаем. Что с тобой случилось? А? Ты про это? Пустяк. Откуда ты тут взялась? С дядькой пришла. Он мне велел идти по сладкой тропинке, чтобы наесться. И сказал, что подождет. Но я и шла. А там летел мотылек. Я побежала за ним, ну и потерялась. Почему папа отправил тебя по сладкой тропинке? Ну, потому что утром еды не было. Не поняла. Я немножечко плохо себя вела. Разбила крынку с молоком. Родители, наверное, разозлились. Мама наказать меня хотела. А дядя сказал, что и так слишком много ртов кормить. И что как пойдем по сладкой тропинке, так все заботы из головы и вылетят. Когда вы с папой вышли из дома? Утром. А солнце тебе светило в лицо или в спину? В спину. Значит, надо идти на восток. Тогда пойдем. Я тебя отведу. И объясню твоим родителям, что нехорошо терять детей в лесу. Мы не сможем. Тут волчий король и его стая. У волков нет королей? У этих есть. Ты сама видела? Да. То есть нет. То есть из-за деревьев. Он был вот такой огроменный. И глаза у него вло. И зубы большущие. И весь он был ужасно-ужасно страшенный. Видишь, что у меня на спине? Этого и волки боятся, и короли. Пойди-ка сюда, я тебя подсажу. Эх. Быстро! Спрячься! Этого и волки боятся. Так отлично. Быстро! Можно выходить. Ну ты и храбая. Даже мой дядька так не умеет. А мой? Мой умеет гораздо больше. Пойдем. Глянь-ка, что там лежит. Подожди тут. Не подходи. Но… Никаких «но». Останься здесь, я кое-что гляну. Белки красные, все еще влажные. Умер недавно. Рот раскрыт. Губы перекошены. Но язык прокушен. Перед смертью ему, наверное, было очень больно. Раздавленная грудь. Ребра пробили легкое. Что-то его подбросило и ударило об дерево. Нога оторвана. Или скорее кто-то ее отгрыз. Т�я оторвана. Из AAA. Стоит. Костный мозг высосан. Интересно. на гатор стой там посмотрим печени нет сожрали зачем ты копаешься у него в животе посмотри лучше у тебя шнурки завязаны похоже малявка не выдумала этого волчьего короля это волкалак что случилось упал он случайно ну да конечно это волчий король его подрал из каких это пор дети стали такими умными будем делать если он и на нас нападет хороший вопрос у меня нет серебра но я могу приготовить масло масло подсолнечное нет особо из собачьего сала борца собачьей петрушки и волчьей печени от него волчьему королю будет очень очень больно какая ты умная откуда ты знаешь такие штуки тебя тятенька научил нет не тятенька дяденька дядюшка веси мир господи и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Свинья? В таком месте? Значит, где-то рядом есть люди Отлично, все есть Осталось найти место, где можно развести огонь И спокойно приготовить масло Ты что делаешь? Масло для меча Посмотрим, как действуют рецепты дядюшки Весемира ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают Туда? Через пещеру? Веди Тут немножко зимой Боишься? А ты Волчий король, теперь ты мне веришь? Верю! Прячься! 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 Ну, ну ты даешь. В жизни такого не видал. Малявка, влезай. Тебе повезло. Вовремя мы подошли. В лесу мы видели одного. Менее везучего. Это Ярон. Мы возвращались из подлезья. И это чудище на нас напало. Я-то сбег, а Ярон... Эй, тише. Тут же малявка. У тебя бинты дома есть? И что-нибудь от заражения? Он меня поцарапал. Меня-то нет. А вот хозяин мой. Человек серьезный. Он-то точно поможет. Может, даже награду какую даст? За убой волколака-то. Ну ладно. Веди к своему хозяину. Да. Сама. Спасибо. и кого вы мне притащили а это не моя дочь а вторая не та не другая дочь то я узнаю так что постарше может и не ваша но ошибка похоже так как будет награда я те сука покажу награду она упер давай отсюда пока я пса не спустил ну вкусный гуляш очень спасибо большая и не ела уже я вижу рад что нравится как подкрепишься ванна для тебя готова а потом и поспать не дурно редко за печкой а тебе я велю приготовить гостевую комнату напротив кухни спасибо я тихо тихо ты ешь спокойно еще поболтаем когда отдохнешь я приказал своим людям о ней позаботиться и оставил ее отдыхать а потом это уж совсем другая история мне кажется что история все тоже рассказывай и так быстро ведьмак помни что у тебя передо мной должок и зарезал нескольких моих людей мы же хотим сговориться что стало с той девочкой которая с ней пришла с греткой ничего она здесь помогает на кухне ван мне не хотелось ее домой отсылать после того что цири рассказал о ее родителях тут у нее и стол и дом не пропадет а что с цири я же тебе сказал это совсем другая история я так понимаю ты хочешь поторговаться за эти сведения соображаешь я сочувствую твоей утрате но так случилось что мои жена и дочь тоже пропали предлагаю уговор найди моих близких а я расскажу тебе все что знаю о девушке которую ты ищешь а какие гарантии что я могу тебе доверять никаких кроме моего слова я тебе помогу я найду твою семью но потом ты расскажешь мне все что знаешь вот тебе моё слово когда ты последний раз их видел они пропали в последние новолуни а к сквозь землю провалились что значит пропали ну пропали я утром просыпаюсь а их нет прежде чем я начну поиски мне надо знать как они выглядят тамаре доченьки моей по весне 19 исполнилось тоненькая ростом мне вот так вот на плеча и глаза у нее зеленые как у матери а жена моя она на пятый десяток уже разменял она никогда в этом не признается волосы у нее густые как смола темные она их завязывает в узел на затылке ты пробовал их искать я людей сразу же разослал да не на такое дело не годятся последний мешок зерна у мужика вот они из-под земли достанут а человека в жизни не найдут а кроме того велени сплошные трясины заболоченные леса полно укромных мест если хочешь кого-то спрятать лучше крайне найти должно быть двум женщинам тяжело жилось в таком месте что это значит таком у них тут было все что душа пожелает перепелки на обед пожалуйста голубые ленты из тусента сколько пожелаете я имею ввиду общество твоих людей они твоим женщинам не докучали не они те еще разбойники но свое место то знают они понимают что если хоть кто-нибудь глянет на ну или на доченьку мою я с него шкуру спущу перед их исчезновением не случалось чего-нибудь необычного может они вели себя странно все было как обычно мужики раз пришли жалобы что чудище загрызла бабу у колодца раньше там еще какую девоньку но вели не это обычное дело а мои женщины она как всегда тихая как мышка тамара занята своими делами ничего необычного возможно их похитили у тебя есть враги какие там враги мужичьев всякой там недоёбки на мою семью ни один не осмелится руки поднять а те что могли бы осмелиться давно уже червей кормят этого все еще мало можно осмотреть их комнаты зачем может я найду там какие-то следы я чужим не позволю рыться в их вещах ты хочешь чтобы я их нашел или нет хочу тогда не мешай работать ну будь по-твоему но я с тобой пойду все равно дверь открывать знаешь в детстве очень любила зверей как-то увидела насти знаешь что спросила понятия не имею папочка а вот в олене копа за стеной если ей кто зло причинит убью нахер пришли от сука опять заедает только не устраивает бардак когда они вернутся пусть все будет так как они оставили сосуд для благовоний и старый ключ интересно что за дверь он открывает анис сандал и что-то еще шафран куклы вот же дрянь выглядит как кукла в которую втыкают булавки чтобы причинить кому-то вред у меня чесотка говнюк выпускай урода я думаю урод спит а нас что Продолжение следует... 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 Продолжение следует...